Конец 1942 года. Ленинград. Обстановка в городе крайне сложная. Войска Ленинградского фронта и Балтийский флот изолированы. Сухопутной связи между городом и Большой Землей нет. Город не получает продовольствия. В этот период Красной Армии были предприняты две попытки прорыва, которые успехом не увенчались. Ставка Верховного Главнокомандующего разрабатывает план новой операции под названием «Искра». Сталин личным приказом предписывает разгромить врага и освободить город из окружения. Судьбоносная битва с захватчиком произойдет в районе деревни Липки. Теперь лишь хроника и старые пожелтевшие фотографии напоминают о тех событиях. Участников и очевидцев с каждым годом остается все меньше. Поэтому так важно передавать историю с поколения в поколение и бережно хранить в умах потомков. Одним из таких хранителей памяти является Игорь Журавлев. В прошлом участник боевых действий в Республике Афганистан, а ныне председатель Совета ветеранов Десногорска. Он много общался с героями войны и всегда готов поделиться тем, что услышал от них. Главное командование наших рабочих крестьянской Красной Армии понимало, что освобождение города поможет не только в идеологическом плане, но и поможет вдохновить всех солдат, которые готовились к освобождению нашей страны. Началась всесторонняя подготовка войск к предстоящей операции. За месяц были сформированы ударные группировки Ленинградского и Волховского фронтов. 300 тысяч воинов, 4700 орудий, 600 танков и 800 самолетов готовились уничтожить противника. При подготовке операции очень активно и удачно сработали наши тыловые части. Подвоз боеприпасов, укрепление всех подразделений, которые атаковали немецкие позиции, не были замечены ни воздушно, ни наземная разведка фашистов. Наши сосредоточили очень большое количество артиллерии и увеличили личный состав. В то время на стороне немцев наступали 60 тысяч солдат и офицеров. В их распоряжении было 700 орудий и около 50 танков. Часть располагались на Шлиссельбургско-Синявинском выступе, сложном для дислокации войск районе. Его территория покрыта лесами и болотами. 12 января 1943 года в 9.30 утра яростный удар Красной Армии обрушился на позиции противника. Более 4,5 тысяч орудий и минометов расчищали путь нашим солдатам в заданном направлении. В ходе упорных и ожесточенных боев на 7 день, 18 января, взяли деревню Липки у берегов Ладожского озера – крайнюю точку немецкой обороны. Блокада Ленинграда была прорвана. Это положило начало транспортному коридору, известному как «Дорога жизни». А уже в феврале в Ленинграде было восстановлено продовольственное снабжение, что значительно улучшило положение мирных жителей в городе. «Дорога жизни» сыграла самую важную роль в жизни Ленинграда. Дело в том, что она обеспечила войска оружием, боеприпасами, снаряжением и обеспечила город питанием. Если бы не «Дорога жизни», то было бы гораздо все сложнее и трагичнее. Прорыв блокады стал переломным моментом. Впоследствии это позволило развить успех. 27 января 1944 года Ленинград был полностью освобожден.